SCP-1263.RU. Грибной государь. Объект номер SCP-1263.RU. Класс объекта безопасный. Особые условия содержания. SCP-1263.RU. Должен храниться в герметичной сейфовой ячейке в корпусе содержания биологически опасных объектов зоны 3. В связи с меметическими свойствами содержимого объекта рекомендуется работать с его электронными копиями. Все случаи доступа должны регистрироваться. Установленные на входе выцифрованной версии меметические фильтры должны регулярно обновляться в соответствии с новейшими разработками в области антимеметической защиты. В связи с отсутствием на данный момент совершенных методов обнаружения встроенных в объект мемагентов, сотрудник, получивший доступ к тексту объекта, должен быть осведомлен о его свойствах и готов трезво оценивать изменения в своем психическом состоянии, если обратное не оговорено условиями эксперимента. Эксперименты с объектом на детях запрещены постановлением Комитета по этике. Несмотря на то, что до сих пор не было зарегистрировано случаев воздействия органической составляющей SCP-1263 на человека, при работе с объектом следует использовать резиновые перчатки и респираторную маску. SCP-1263-A следует содержать в звукоизолированной камере для гуманоидов типа S1. Субъект должен находиться под постоянным мониторингом по крайней мере двумя сотрудниками службы безопасности посредством видеокамер, не оборудованных микрофонами. Прямой доступ к SCP-1263-A разрешен только персоналу, обученному надлежащему уходу за субъектом. При непосредственной работе с SCP-1263-A необходимо использовать защитные наушники, обеспечивающие полную звукоизоляцию. Описание. SCP-1263 представляет собой книгу для детей под названием «Грибной государь», выпущенную неосуществующим издательством Тиомат. Автором книги значится некто Конлуимантиус Касхарратат, что, вероятно, является псевдонимом. Примечательно, что никакие другие выходные данные, такие как артикул, тираж, формат и адрес издательства не указаны. Также не обнаружено никаких свидетельств того, что книга была выпущена в какой-либо из реально существующих типографий. Обложка SCP-1263 сделана на картонной основе, однако снаружи имеет влажную бархатистую фактуру, на ощупь напоминающую поверхность древесного гриба, а также обладает соответствующим запахом. Исследования образцов подтвердили, что обложка покрыта вросшей в картон органической структурой толщиной 0,5 мм, идентичной корковому слою трутовика окаемленного – фомитопсис пеникола. Судя по тому, что данная структура не претерпевает отмирания и не высыхает, она не нуждается в питательных веществах и получает их из аномального источника. Название книги нанесено в небольшом углублении красной типографской краской. Шрифт надписи витиеватый, что несколько затрудняет ее прочтение. Сам текст книги отпечатан на обычной типографской бумаге, не обладающей аномальными свойствами. Содержание представляет собой детскую сказку о мальчике, оказавшемся в лесу и встретившем там разных фантастических персонажей, ранее не описанных в литературе. Стиль изложения утрированно-детский. Вместе с тем в тексте содержится большое количество нелицеприятных подробностей, а также ругательств в адрес читателя. Книга снабжена красочными иллюстрациями, которые на первый взгляд выглядят безобидно, однако при ближайшем рассмотрении изобилуют пугающими и издевательскими подробностями. Так, на стволе одного из деревьев можно заметить подвешенный за ногу разлагающийся человеческий труп. На другой иллюстрации листья прилегают к промежности игрушечного лягушонка таким образом, что формирует эрегированный половой орган. В содержании книги встречаются мем-агенты двух типов. Первое. Графические мем-агенты типа ГЕ-09 содержатся в иллюстрациях. Вызывают значительное улучшение настроения, вплоть до эйфории. Воздействуют на рецепиентов всех возрастов. Текстовые мем-агенты типа ТЕ-27 содержатся в тексте. Вызывают эйфорию и религиозный экстаз. Воздействуют на рецепиентов в возрасте младше 12 лет. Расположение и состав мем-агентов нестабильны. При каждом новом открытии страницы они меняют свое положение в тексте на иллюстрации, а также свою внутреннюю конфигурацию, что затрудняет их отслеживание. Аналогичный эффект проявляется и в оцифрованных версиях текста. На данный момент меметические фильтры способны отследить и заблокировать от 89 до 100% меметически опасной информации в зависимости от итерации. В связи с тематикой книги, а также упоминанием в тексте некоторых терминов, характерных для СО «Гора Гнилого Господа», принято считать, что SCP-1268 связан с этой организацией и, скорее всего, является ее продуктом. В частности, в тексте упоминаются сущности, называемые «правозвестниками переворота», что характерно, в аннотации заявлено о троих «правозвестниках», тогда как в самом тексте встречаются упоминания только двух очевидно божественных созданий. Остается непонятным, о каком третьем «правозвестнике» идет речь. Существует предположение, что сказочный сюжет книги является иносказательным описанием верований, распространенных среди членов СО «Гора Гнилого Господа». Однако в связи с большим количеством посторонних подробностей, обусловленных сказочным жанром и призванных облегчить понимание текста ребенком, отделение существенных данных от несущественных представляется затруднительным. На данный момент в организации хранится только один экземпляр SCP-1263, хотя, судя по зарегистрированным инцидентам, в действительности их существует больше. История обнаружения. 25.09.2015. Екатерина, жительница города Ростов-на-Дону, приобрела экземпляр SCP-1263, чтобы подарить его на день рождения своей внучке. Екатерина затруднялась вспомнить, в каком магазине была совершена покупка. При этом с текстом книги она не ознакомилась, так как, по ее словам, иллюстрации вызывали у нее глубокое доверие. 29 дней спустя, 03.11.2016, Екатерина подарила книгу своей внучке Софии, которой в тот день исполнилось 5 лет. По словам родителей, София стала рассматривать содержимое SCP-1263 только на следующий день, при этом уделяя внимание в первую очередь иллюстрации. Последние привели ее в крайний восторг, которым она поспешила поделиться с родителями. Галина и Сергей сообщают, что испытывали противоречивые чувства, когда различили на картинках подробности, на которые указывала их дочь. Несмотря на неуместное чувство эйфории, они сочли содержимое книги неподобающим и изъяли ее у ребенка. Позже возмущенный сложившейся ситуацией Сергей опубликовал в социальной сети пост с критикой книги, прикрепив цифровые изображения некоторых страниц. Система отслеживания меметической активности СОМА зафиксировала всплеск. Пост был своевременно удален. Свидетели допрошены, обработаны амнезиаком класса А. Объект изъят и поставлен на содержание. Инцидент SCP-1263-1. 11-12-2015. Анна, жительница города Кирова, приобрела экземпляр SCP-1263 для своего ребенка. Николая, 8 лет, в книжном магазине. По ее словам, книга привлекала ее оригинальной обложкой, а также иллюстрациями, которые показались ей крайне интересными. В текст книги Анна при покупке не вчитывалась. Вечером того же дня Анна начала читать SCP-1263 своему сыну и вскоре осознала, что содержание книги является неподходящим для ребенка. Анна спрятала SCP-1263, чтобы впоследствии ее выбросить. Однако утром она нашла SCP-1263 в комнате своего сына, который, очевидно, нашел и прочитал ее. Анна выбросила SCP-1263 в мусоропровод. В течение последующих 10 дней Анна начала отмечать странные события, происходящие в ее доме. Так в комнате ребенка ощутимо повысилась влажность. На полу и стенах стали появляться локальные пятна плесени, на которых росли мелкие грибы. Иногда пятна приобретали форму надписи на неизвестном языке, которые сами исчезали через несколько часов. Анна часто слышала, как ребенок разговаривает с кем-то в своей комнате. Однако, когда заходила к нему, то никого, кроме Николая, не находила. 21.12.2015 Анна гуляла с Николаем в парке, когда увидела впереди подобие туманного миража. Содержание миража Анна затруднялась описать, однако сообщает, что ей удалось заметить фрагмент какого-то строения, состоящего из множества ржавых деталей и передвигающегося на многочисленных подвижных ножках. Засмотревшись на это явление, Анна не успела остановить Николая, который вбежал прямо в мираж и исчез. По факту пропажа ребенка возбуждено уголовное дело. Администрация магазина отрицает, что книга была куплена у них. Инцидент SCP-1263-2. 10.12.2016 В редакцию газеты в Санкт-Петербурге поступило письмо с жалобой на возмутительное и откровенно издевательское содержание книги «Грибной государь», продающиеся в магазине. Когда специалисты фонда SCP выехали на место, SCP-1263 обнаружить не удалось. Администрация магазина отрицает наличие данной книги среди ассортимента, что было подтверждено после тщательной проверки. Инцидент SCP-1263-3. 14.05.2016 В областную психиатрическую больницу города Калуга поступила Екатерина 12 лет с симптомами шизофренического психоза. По словам родителей, симптомы начались у девочки после прочтения книги «Грибной государь», которую ей подарила подруга. Случай был выявлен внедренными агентами, после чего ребенок был переведен в медицинское учреждение, выступающее фирмой прикрытием организации. При обыске квартиры Экземпляр SCP-1263 найден не был. Тщательное медицинское обследование показало, что состояние девочки, ошибочно диагностированной как шизофрения, по всей видимости является следствием аномального эффекта SCP-1263. В первые 10 дней наблюдения и эфорические эпизоды у ребенка чередовались с депрессивными, с преобладанием последних. Спустя 10 дней ребенок окончательно впал в депрессию, которая становилась каждым днем все более выраженной. Реакции на антидепрессанты не наблюдалось. На фоне отсутствия каких-либо соматических симптомов девочка сообщала о сильном психическом страдании, постоянном немотивированном чувстве отвращения, что сопровождалось плачем, гримасничанием, стрессотипными действиями, раскачиванием на месте, самоповреждающим поведением. Спустя еще 16 дней начала появляться голосолалия, речь, состоящая из бессмысленных слов и словосочетаний, имеющая некоторые признаки осмысленной речи, темп, ритм, структура слога, относительная частота встречаемости звуков, которая постепенно заместила с собой весь словарный запас. Также было отмечено значительное снижение интеллекта. К 39 дню наблюдения ребенок перестал говорить, а интеллект снизился до уровня тяжелой умственной отсталости. На момент написания данной части документа ребенок находится на содержании в стационарном медицинском учреждении организации IQ 16 пунктов. Навыки самообслуживания отсутствуют, речь отсутствует, присутствует постоянное стереотипное самоповреждающее поведение. В физическом состоянии по-прежнему не выявлено никаких отклонений. Ниже приведенное интервью было взято 30.05.2016, 16 дней спустя после начала наблюдения за ребенком. Доктор Клюев. Привет, Катя. Как твое самочувствие? Екатерина. Мне очень плохо. Не знаю, почему. Мне кажется, что я чем-то заразилась. Доктор Клюев. Ты помнишь, с чего все началось? Екатерина. Когда я прочла книгу про грибного короля? Доктор Клюев. Верно, и как она тебе? Екатерина. Очень круто. Хотя гадостей много. Они мне тогда даже понравились. Но я же не знала. Доктор. С тобой после этого происходило что-то необычное? Екатерина. А вы меня не будете к кровати привязывать, если я расскажу? Доктор. Нет, конечно. Екатерина. Несколько секунд раздумывает. Из-под пола вылезли такие, на червяков похожие. Гримасы отвращения. Приползли ночью. Но сначала стали мне рассказывать про то, как у них все устроено. И что в книжке все, что написано, правда. И что грибной король есть. И хозяин болот. И я их могу увидеть. Тогда мне эти червяки очень понравились. А сейчас, когда их вспоминают, только гадко. Ну вот, они сказали маме ничего не говорить. И уползли обратно под пол. На следующую ночь снова пришли. Стали на меня внимательно смотреть. А потом сказали, что я им не подхожу. Что я испортилась. Что-то пошло не так в моей голове. Доктор. И что именно не так? Екатерина. Они сказали какое-то слово. Это как болезнь, я не знаю. Потом они уже ничего не рассказывали. Ушли и больше не приходили. И книгу тоже забрали. Я им больше не нужна. Доктор. Как думаешь, что с тобой произошло? Екатерина. Я, ну, как будто гнилая внутри. Гримаса отвращения. Я знаю, что с органами все в порядке. Но такое чувство, что все внутри сгнило. Все такое ужасно мерзкое. Постоянно чувствую этот запах, когда ем. Еда кажется испорченной. И люди стали выглядеть такими уродливыми. Хотя я знаю, что они не изменились. А правда, что больных собак усыпляют? Когда они совсем старенькие и не поправляются. А только страдают, им делают укол, и они засыпают. Доктор. Мы будем очень стараться, чтобы ты поправилась. Примечание доктора Клюева. Эта девочка не похожа на других жертв гнилого господа, которых мы наблюдали. Соматически она в полном порядке, но такое впечатление, что разложение подверглась ее психика. Дополнение к инциденту СП-1263-3. 22.11.2016 Екатерина. Находясь в своей палате, начала издавать вокализации, которые представляют собой непрерывный поток бессмысленных звукосочетаний, обладающих ярко выраженным меметическим эффектом. С этого момента ребенок ни разу не переставал говорить. Один из санитаров, дежуривших в тот день и подвергшихся меметическому воздействию, погиб на месте от кровоизлияния в мозг. Второй санитар в течение 18 дней претерпевал изменения аналогичные таковым у подопытного Д-2619 в эксперименте с ССП-1299. На скелете субъекта начали появляться костные наросты, в то время как мягкие ткани претерпевали ускоренное разложение. Будучи помещенным в отдельную камеру, он несколько дней простоял у стены, постепенно прирастая к ней. Вскоре тело субъекта деформировалось до такой степени, что стало напоминать надпись на русском языке, которая гласила «АЗМ есть слово». Спустя 8 часов после окончания деформации надпись растворилась в воздухе. Ребёнок переведён в звукоизолированную камеру в содержании в зоне 7 с присвоением номера SCP-1263-A. Доступ к ней без специального разрешения запрещён. Всем привет! Теория в этом видео будет не совсем обычной, потому как я её написал совместно с автором этого объекта BlackBird. Ссылку на её аккаунт на сайте SCP вы найдёте в описании к видео. «Грибной государь» — это книга, относящаяся к организации ру-филиала под названием «Гора Гнилого Господа». Подробнее о горе вы можете узнать из видео на этом канале. Книга содержит иносказательное учение Гнилого, поданное в форме детской сказки. Она попадает в наш мир прямо из измерения Гнилой горы, силами червеподобных существ, населяющих этот мир, которые служат предвестнику переворота — Касхаратату, также известному как Чёрный сказочник или Червивый чернокнижник. Похожий её ужасный текст известен бывалым путешественникам по иным мирам, таким как вороноподобный путник из рассказа «Жезлоносец при дворе повешенного короля». Сам он пишет «Я чувствовал себя сказочным Ксифеем, служителем грибной короны, пробиравшимся сквозь трясину трёх миллионов неудобств», что очень похоже на описание того мира, о котором рассказывается в «Грибном государе». То есть это существо было как минимум знакомо с этим сюжетом. Возможно, оно могло прочесть её в библиотеке Аллагады, ведь там хранятся и куда более страшные книги. Сама она написана в виде обращения автора к читателю. Таким образом, Кас Харатат обращается к своей жертве напрямую, наполняя текст мрачными заклинаниями и ядовитыми ругательствами. Свои щупальца этот персонаж протянул и ко многим другим книгам и текстам мира SCP. Так что бывает, можно наткнуться на гнилое слово, даже читая обычную страшилку в интернете. Кстати, такие демонические книги существовали и в реальности. Например, в конце XIX века во Франции была написана книга «Песни Мальдорора», которая долгое время была запрещена в большинстве стран. Мальдорор – это злая сущность, которая путешествует по миру людей и встречает различных персонажей, за жизнью которых следит или иногда даже участвует в их судьбах. Особенность книги в том, что Мальдорор общается как с персонажами, так и с читателями, ломая четвёртую стену, всячески унижая читателей, пытаясь наполнить его искренней злобой вместо лицемерного добродушия. Точно так же и Грибной Государь наполняет своего читателя гниением, подготавливая к тому, чтобы войти в зону застоя. Читая эту книгу, дети проникаются гнилым учением, и в какой-то момент Каз-Хар-Ратат приглашает их в свой мир. Однако не все дети подходят. Некоторые такие, как последняя девочка, не могут пройти трансформацию правильно и становятся неуправляемыми рассадниками гнилого слова, которое губительно для всего живого. Самого Каз-Хар-Рата мало кто видел, он практически безвылазно сидит в своей цитадели. Его жилище – это некое многоногое футуристическое транспортное средство, которое давным-давно проржавело, пришло в негодность и погнулось всяческим неевклидовым образом. Изнутри это в первую очередь библиотека, а также полигон для всяких странных опытов над смертными. Эта штука затеряна где-то в провалах энтропии, но её проекции и пароль появляются в разных зонах застоя и даже в обычных мирах, собирая материал для исследований. Внутри кишат служители библиотекаря болезней, в основном представляющие собой различные чудовищные вариации на тему книжного червя. Сам Каз-Хар-Ратат прячется где-то в самой сердцевине всего этого и редко удостаивает кого-либо аудиенции. По слухам, внешне он является собой нечто неописуемое, но неизменно пугающее кого угодно, познакомиться с ним можно через внимательное чтение книги Грибной Государь. Но это будет во второй части видео. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok